Стоим на остановке возле садика. Просто боимся, что на автобус мы до дома не успеем дойти, потому что дождик на улице будет. Громыхает очень сильно и затянуло очень сильно небо. Поэтому стоим так. Сейчас зайдем в магазин и купим. Им груши дали, они просто едят. А эти тоже говорят, мы тоже хотим. Хотя мы сегодня яблоки вроде покупали. Но сейчас зайдем в магазин и купим. Не купили? Нет. А, точно. Хотели, наверное, купить, но не купили. И стоим теперь ждем, да, Ваня? Ну. Оксана, иди сюда. У тебя кепка там сзади. Повернись задом. Ты неправильно застегнула ее. Надо перестегивать. Ладно, стоим ждем автобус. Успели мы дойти до дома. И в целом, показываю, зашли мы с девочками в магазин. Что мы взяли? Груши, ребята, у меня хотели. Груши попросили, я купила. На 500 рублей. Подожди, Мариночка. На 500 рублей набрала только груш. Чуть больше 500, почти 600 рублей. Дальше. Потом я всегда... Машенька. Беру вот такое вот масло коробками. Тут 12 штук. Христианское 72,5%. На выпечку хоть куда. Машенька, забирай в морозилку. Сразу убирай, доченька. Хорошо? Умничка. Потом детки шоколадные конфеты хотели. Вот разных взяла. Тут по разной стоимости. Короче, на 340 рублей вот этот плеч конфет вышел разных. Также просит квас. Взяла вот такой вот квас. 103 или 106 рублей. 3,5 литра. И вчера я брала вот такую минералку. Мне она очень понравилась. Я взяла еще две бутылки. Сейчас в холодильник положу. Пусть встывает. Так, сейчас помою груши и дам деткам кушать. Всем добрый день еще раз. Я иду отправлять посылку в Архангельскую область. Посылочка яиц с улитятами, которых Маша выращивает. Многие, знаете, осуждают. Вот. Вам заняться нечем. Вы выращиваете улиток. Потом продаете. Вы же говорили, бесплатно. Я говорила при условии. Каких-то продам, каких-то подарю. Маша сказала, при покупке трех-четвертых подарок. Ну, тут мы больше положили. Маша так захотела. Это уже будет ребенок сам решать. Так что не вам судить, не вам решать. Вам что-то не нравится, так это ваша проблема. Эта девушка у меня уже второй раз заказывает улиток. Она даже не второй или третий раз. Не знаю, не помню точно. Факт то, что она у нас когда-то заказывала ретикулят белой ногой. Сейчас у нас черноголовый. И вот сейчас мы отправляем посылку ей с улитятами. Ладно, иду я на почту. Дорогие друзья, хочу вот о чем поговорить. Знаете, многие стали осуждать. Вы же обещали продать улиток. Во-первых, улитки моих детей. Как они скажут, так я и буду делать. Мы и так их отдаем за 50 рублей за улиточку. Хотя вот в питомнике они 250, 300, 350. Можно найти за одну улиточку. Мы отдаем за 50. Улиточки у нас шикарные. Все, кто брали, все довольны остались. В этот раз мы отправляли. Ребенок и так делает. При покупке трех улиток четвертая в подарок. Нынче вот у нас купили трех улиток. Она трех даже в подарок положила. Так что не судите ребенка. Каждый занимается и зарабатывает так, как может. Нравится ребенку, пусть занимается. Я не позволю вам осуждать моих детей. Понятно? Просто знаете, столько комментариев. Господи. Вот забрала у ребенка кулон. Мне сама ребенок дала этот кулон. Сказала, мама, поноси. Я его поносила. Потом вечером говорю, Маша, он мне не нужен. Она его забрала обратно. И он у нее так и висит на гвоздике, на шкафчике. Знаете, вот вы осуждаете. Вот вы занимаетесь улиткой. Хочет ребенок, пускай занимается. Ей нравится. Вы и так у нее уже попугая отобрали. Благодаря вашим жалобам нам пришлось его продать. Ребенок все еще плачет по попугаю. Она хочет его. Она его просит. Знаете, вот вы хотите ее вообще от всего. Чтоб ей вообще ничего не досталось. Нельзя, значит. Вы не имеете права. Вообще, по сути, вы не имеете права это делать. Это мой ребенок. И я знаю, что ей лучше надо, а что не надо. Так что не надо писать гадости всякие. Поэтому я и говорю, что я, да, я, я, я продаю улиток. Я. Нечего на ребенка наезжать. Вот вы всяко начинаете, блин. Меня прямо аж это бесит. Много комментариев. В канале Жизнь с домашними животными много хамских комментариев я удалила. На этом канале я очень много комментариев читала хамских, но удалять не стала. Думаю, наплевала я на вас, верите, нет. Пишите гадости, какие хотите. Но ребенка обижать не позволю. Кто еще будет писать гадости про ребенка? Вот то, что продаете. Вы же обещали бесплатно. Ребенок сказал три. Покупаете четвертый в подарок, значит так и буду делать. Это ребенок решил, а не я. Вам что-то не нравится, пожалуйста. Вас никто не заставляет покупать. Ребенок так зарабатывает, она это хочет. Пусть зарабатывает. Я не против. Ладно, дорогие друзья, вот так вот. Ну вот, больше ребенка в обиду не дам. Я сказала, хоть кто-то будет что-то хамское писать про детей, буду сразу в банки дать. Вот и весь разговор. Надоело уже, верите, нет. Хотите обижайтесь, хотите нет. Ну вот так вот. Своих детей я в обиду не дам. Порву любого за своего ребенка. Мы со Светой поехали в город. Она хочет куда? В юность. Мы хотим узнать, есть или нет места. Ну и мне надо взять бумажку для оплаты Катиного анализа и сразу проплатить за анализ. Потому что в Пермь надо сдать платный анализ Калныя Цеглис. Вот сейчас пойду возьму бумажку, а в понедельник придем, сдадим Калу. Зоня, где? Я тебе вообще-то его дала. Ладно, едем в город. Света побежала обратно за зонтиком. Я стою, жду ее. У нас уже сегодня громохало. Дождик уже прошел. На улице-то хорошо, но все равно очень жарко. Никакой дезерант даже не помогает, ничего не спасает. Это вообще какой-то кошмар. Духота невыносимая. Очень душно. Ладно, поехали мы. Приехали мы уже в город. И сейчас идем в КСК. До конечной остановки доезжаешь, а потом тут по прямой. И вот она, этот КСК. Куда нам надо сходить, узнать насчет лагеря юности. Сейчас ходим в какие-то точки красивые. И сейчас туда пойдем узнавать. Лишь бы они работали сегодня, а то вдруг. Но по идее сегодня пятница, еще должны работать. Лишь бы обед уже прошел. Я не помню у них со скольки до скольки обед. Что-то жарко опять стало. Опять солнце вышло. Прям душно. Напишите-ка о вас погоду обязательно. Не забывайте писать. Ставить лайки. Это поможет нашему каналу продвижением. Ладно, идем потихонечку. Там вот цветочки красивые в городе. Красивые. Лилии тут поблизости. И там тоже он. Там гладиолусы красивые. Знаете, какие красивые цветочки растут. А что это за куст белый? Смотри, какой куст белый. Вообще красивый. Ладно, мы идем в это здание. Ребят, смотрите какие вот эти вот фиолетовые интересные. Тут так красиво оформлены у них. И лилии, и всякие. Гераньки. А, вот здесь, наверное, вход. Ну, сейчас зайдем, узнаем. Что-то все перегорожено, все везде ремонтируют. Ладно, пошли мы. Все выпили, Лешка. Дорогие друзья, мы приехали уже домой. Темно, да? Ну, вот так вот включу, посветлее будет. В целом, зашли мы в магазины. В разные. Вот, где пакеты? Дай сюда, пожалуйста. У нас, Женька, кубери, Светик. Давайте начнем с покупки, которую для Света делали. Она меня уже давно просила. Я сейчас покажу, что. Джинсы взяли ей вот такие вот. Вот так вот они. Вот такая вот фирма. Обычные, простые, без всяких рваных дырок. Стоили 1300. 26 размер джинсов. Ну, вот, как то, что. Держи. Сразу покажу. Ну, вот так вот покажу, ребят. Взяла себе бюстгальтер. 550, по-моему, рублей. Потом я в город поехала. Маша от продажи улиток попросила ей купить контейнер. Я ей купила вот такой контейнер. Для чего, я не знаю. Потом она расскажет. Все на канале «Жизнь Маши» живет, вы узнаете. Дальше потом заходили мы в фикс прайс. Брали питье. Вот такое вот. И еще с кусочками фруктов все это брала. Уже выпили. Потом взяли три вот такие пиалки нам на обол. Вот с таким рисунком. Как-то бы так показать рисунок. Потом дальше второй рисунок. Я просто пролаживала там чужими чеками, для того, чтобы не разбить их. Вот такие вот три пиалки. Ну, там, где варенье положить, где чего понадобится. Три штучки. Так. Дальше, ребята. Взяли две булки белого. Так. И в этом пакете все. Также взяла я творог. Хочу завтра, наверное, с утра нажарю блинчиков. И начиню творогом. Колбаску взяли. Сейчас чаем попьем. Потом Света говорит, мама, хочу макароны сварить. И вот такие вот котлетки, которые попросила купить. Вот взяла три кулечка. Тут, наверное, становится только штук получше. Ну, вот так то, что взяли. Так, все, это не надо. Потом, у меня скоро будет обзор, какой техники кухонной. Нужны было вот туда бананы. Потом туда же три яблочка. И сейчас постараюсь показать пакет огурцов. Вчера мы тоже много огурцов брали вообще. Ну, уже осталось мало. Сегодня взяла еще вот огурцы. Вот такие вот, в целом, все покупки были. Также съездили мы в КСК-бассейн. Вы видели, я показывала, там цветы красиво растут. Записали Свету в дополнительный список. Если вдруг кто-то откажется, тогда Свету возьмут в лагерь. Третья смена. Если, конечно, будет. Потому что второй смены, говорят, у нас тут не было. Ее передвинули на третью. Будет ли дальше лагерь, неизвестно. И вот факт то, что поставили туда ее на очередь. Если будет, то нам позвонят, скажут. Если не будет, значит не будет. В целом, вот такие вот все покупочки. Я сейчас пью чай. И мне уже в садик надо будет идти время. Потому что пятый час. Всем хорошего дня.